Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш семинар, тему нашего семинара «Консолидация данных с использованием функции DWSL, которую предлагает программа Microsoft Excel, одна из основных программ офисного пакета Microsoft». Я преподаватель Центра компьютерного обучения специалистов МГТУ им. Баумана Булаева Светлана Игоревна. Я веду офисные программы, но в центре моего внимания это программа Excel, которая представляет для меня интерес, потому что анализ данных, подготовка данных, программирование. Каждый найдет ответы на свои вопросы именно в этой программе и подтверждение навыков работы в программе международный статус МОС. Программа Excel, высший уровень Excel Expert. И, собственно, приветствуются знания основных программ офисного пакета, поэтому умения и навыки на уровне МОС, МОС-Мастер. Мой электронный адрес – esbulaevasobachkospециалист.ru. Мы с вами занимаемся сейчас в комплексе «Таганский», поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Перед вами телефон 8495 780 4750 по любым вопросам. Итак, и мы с вами рассматриваем функцию, и для того, чтобы решать задачи, нам потребуются знания и навыки, которые мы получаем на наших тренингах уровень 2 Excel Expert и уровень 3. анализ и визуализация данных. Когда мы с вами сейчас переходим к рассмотрению функции «Дэвэссыл», то прежде всего опираемся на определение этой функции. Перед вами скриншот мастера функции. Итак, функция «Дэвэссыл». «Дэвэссыл» читаем определение, возвращает ссылку, заданную текстовой строкой. Речь идет о том, что аргументом этой функции является текст. Возвращает, вычисляет, понимает, преобразовывает. То есть аргументом является текст, определяется как текст, но самое главное, что мы должны понимать под словом «возвращает», извлекает данные. То есть это одна из семейства функций, которые мы с вами начинаем осваивать, начиная с функции «ВПР». Мы уже знаем функции для извлечения. Это «ВПР», это «ГПР». И сейчас перед нами функция «Дэвэссыл». Но именно эта функция позволяет извлекать данные из многих источников. Именно этим она и нам интересна. И в центре нашего внимания вопрос консолидации данных. Далее. Внимательно посмотрим. Дальше. Аргументом является текст. А что может быть текстом? Значит, мы можем с вами определять имя как аргумент. Имя – это текст. Но этот текст надо определять как имя, как ссылку и извлекать значение. И это умеет функция «Дэвэссыл». Итак, имя. А далее это может быть ссылка, выполненная в виде текста. И надо понять, что это ссылка и извлечь данные. И это выполняет функция «Дэвэссыл». И это мы с вами тоже посмотрим. И для решения задач мы можем с вами также использовать разные стили ссылок. И тогда у нас будут разные решения, разные способы, разные подходы. Вот то, что мы можем с вами взять из окна мастера, из определения этой функции. Итак, пожалуйста, мы с вами переходим в программу Excel. И наша первая задача. Итак, наша первая задачка. Мы находимся на листочке введения. Вы прямо можете по гиперссылке кликнуть. Задача 1. И мы с вами переходим. Итак, функция «Дэвэссыл» или по-английски «Индерект». Кто какой в интерфейсе работает. Итак, сейчас акцент делается на том, что аргументом является имя. Аргументом является имя, которое надо, и понимать как имя, как ссылку, по которым идет обращение. Итак, задача следующая. У нас много таблиц, которые могут находиться, понятно, что даже не на одном листе, на разных листочках, в разных файлах. И нам, соответственно, нужно извлекать данные в соответствии с нашими данными, в соответствии с нашими заказами. Смотрим. Обычно слово «консолидация» ассоциируется с получением итоговых значений. Но сейчас «консолидация» относится к тому, что мы из многих таблиц собираем в единое целое. Делаем вот такой свод. Итак, если извлекаем непосредственно значение, то, наверное, функция «ВПР» нам это делает. И поскольку мы делаем акцент на том, что учимся писать сложные формулы, то сейчас наша задача – разобрать подход к написанию такой формулы. Итак, мы рассуждаем. Нам необходимо извлечь стоимость по картофелю. Функция «ВПР». Поделяем ячейку, назначаем формулы. Я буду или руками писать, или на ленте показывать. Предполагаю, что, может быть, не все мы ориентируемся сразу в этих функциях, которые проходим на нашем тренингах, в стиле второй, в стиле третьей части. Итак, искомое значение – это наш картофель. Таблица. И мы с вами смотрим по записи, что таблица определяется «Москва, овощи». Значит, мы находим нашу табличку «Москва, овощи». И, соответственно, выделяем вот эту таблицу без заголовочка. Мы ничего копировать не будем, поэтому абсолютной ссылки мы не ставим. И из второго столбца мы извлекаем. И ищем наш картофель на точное совпадение, ставим «Но». И нажимаем «Ок». Все замечательно, все хорошо. Но мы хотим копировать эту формулу. А это означает, что когда мы переходим дальше по нашим записям, мы должны обращаться к другим таблицам, которые определяются текстом. «Москва, овощи». То есть вот эти слова, вот этот текст определяют нам ту табличку, к которой мы обращаемся. Это означает, что мы с вами, с вами, получив базовую формулу, базовую формулу, скажем, а давайте поименуем наши диапазоны, как раз этими названиями «Москва, овощи». И у нас подготовлен текст для имен. Значит, мы вот этот диапазон с вами поименуем и берем готовый текст. Имена не могут быть с пробелами, поэтому мы выделяем подготовленный текст «Москва». Нижнее подчеркивание, копируем. И затем вот этот диапазон выделяем, один клик в поле «Имя» и «Ctrl-V» вставляем и сразу «Enter». То есть это означает, что вот этот диапазон будет называться «Москва, овощи». А давайте сразу для второй таблички сделаем. Это означает, что мы с вами вторую табличку также назовем, значит, выделяем, мы копируем и затем этот диапазон, один клик в поле «Имя», вставляем и сразу «Enter». Проверьте, пожалуйста, когда выделяем первую таблицу, прописано «Москва, овощи», когда выделяем вторую табличку «Москва, фрукты». Это означает, что мы с вами диапазон, из которого извлекаем данные, задаем тем текстом, который видим в нашей записи. Итак, давайте попробуем. Уже не просто диапазон, то есть мы можем выделить, брать. А мы скажем, а надо обратиться к ячейке от Е6, то есть мы извлекаем слово «Москва», то есть мы набираем по кусочкам название таблицы, из которой надо извлекать. Мы взяли «Москва», а теперь давайте вспомним, как кусочки мы объединяем в формулах. Мы объединяем, переходим на английский язык и выполняем сцепку. А с чем надо объединить? С нижним подчеркиваем. То есть сейчас, по сути, мы набираем элементы имени. Итак, нижнее подчеркивание – это кавычки. Кавычки уже английские. Итак, нижнее подчеркивание. Кавычки закрываем. Опять знак «сцепить». И «F6». Согласны? То есть теперь что мы получили? Москва, нижнее подчеркивание «F6». Согласны? Мы согласны? Не знаем, да? Ну давайте, сделали, нажимаем «Enter». Мы же с вами учимся. Значит, мы сделали замену. Excel нас не понимает. Подождите, подождите, подождите. Вот, итак, давайте проверим, а что здесь, по сути, получается. Поскольку мы это уже вбили, то мы с вами можем этот фрагмент взять, скопировать, нажать «Escape», чтобы выйти из формулы, выделить любую ячейку, поставить знак «В равно» и вставить нашу формулу и нажать «Enter». И обратите внимание, мы же правильное с вами сцепку сделали, но программа Excel не понимает, что это имя. И функция «DVSEL» обращается к тексту и воспринимает это как имя, как ссылку и извлекает значение. Поэтому, чтобы ВПР, чтобы было понятно программе Excel, что это не просто текст, а преобразовать это, понять как ссылку, мы добавляем функцию «DVSEL». Итак, пожалуйста, мы ставим курсор. Вот как удобнее. Можно с конца начать. Значит, вот это должно быть аргументом функции «DVSEL». И там, где «F6» заканчивается, мы закрываем скобочку. Там, где начинается перед «Е», мы открываем скобочку. И это все аргументом функции «DVSEL». Только, конечно же. Итак, «DVSEL». Значит, когда мы добавляем буквально две буковки, затем можно выбрать из названия, и клавиша «Tab» назначает эту функцию. Вот всего две-три буковки. Не надо все, не надо открывать скобочку. И клавиша «Tab» назначает. И, собственно, теперь «Enter». И у нас все получилось. Вот если мы с вами, а многие слушатели, я знаю, проходили тренинг по Excel в третьей части, и наш тренинг начинается с темы массивы. И вот если мы знаем массивы, то сейчас мы можем с вами проверить, а, собственно, что определяется «DVSEL». А я предлагаю прямо сразу это и посмотреть. То есть на занятиях мы систематизируем наши знания, мы подробно рассматриваем темы, а сейчас вот прямо сразу как результат. Чтобы отобразился наш массив, мы должны выделить эти ячейки. То есть мы как раз шесть ячейчик с вами выделяем, только сначала. Мы скопируем этот фрагмент «DVSL» и, соответственно, аргумент, и копируем. Escape обязательно, чтобы выйти. Затем выделяем первый шаг работы с массивами, выделить диапазон для заполнения. Затем, затем «Ctrl V» вставляем. Итак, сейчас одну минуточку. Как лучше сделать, чтобы побыстрее сделать. Итак, значит, мы с вами выделяем, ставим знак «Равно» и вставляем. И работа с массивами завершается этими окладышами. «Ctrl Shift Enter». Мы правильно с вами выполнили. Кому непонятно, пожалуйста, на наш трейд. А сейчас мы вместе сделали правильное действие. И наш добавленный фрагмент определяет диапазон, из которого функция VPR, собственно, извлекает значение. Итак, сейчас это E6, F6. А далее мы копируем. И, соответственно, у нас уже ссылочки подстраиваются. То есть мы берем и копируем. Ну и, пожалуйста, проверьте. То есть вот, пожалуйста, теперь овощи, фрукты у нас. И далее файлик подготовлен так, что дальше у вас тоже правильные получились результаты. Потому что другие таблички я тоже подготовила. Но давайте посмотрим, а, собственно, из каких табличек дальше извлекаются значения. Подчеркиваю, что таблицы могут быть на разных листах. Мы с вами сейчас по имени кликнем. А, например, Питер, ягоды. А откуда? Мы с вами кликнем и перейдем на другой лист. То есть у нас есть и готовое решение в нашем файлике. Поэтому другие таблички с готовым решением просто находятся на другом листе. То есть это означает, что первые две мы здесь выполнили. Здесь они обязательно должны быть присутствуют. А вот все последующие я отсюда даже могу убрать. Ну, то есть все последующие все так же были выполнены. Сейчас я убираю с текущего листа, с другого листа. И вот, пожалуйста, мы с вами получили результат консолидации. Мы с вами извлекли. Извлекли. Наша задача выполнена. Результат консолидации получен. Красиво? Да. Пожалуйста, первая задача решена. Теперь переходим дальше. Буквка Н – это как разделитель. Как разделитель. И мы переходим к задаче 2. Итак, и мы сейчас будем иметь в виду, что мы рассматриваем отдельные аспекты использования функции ДВСР. Мы ставим конкретные задачи, которые необходимо нам решить в данной конкретной ситуации. Итак, задача номер 2. Задача, которую мне прислала слушательница. Я решила о том, что, например, договоры за отдельные даты представлены на листочек с датами. И нам необходимо свести, то есть извлечь данные по названию листочков в такую сводную таблицу. Например, какой-то есть договор, сумма договора. И нам, соответственно, надо написать формулу так, чтобы затем, копируя, подхватывать название листов. Эта задача усложнена тем, что названия листов даны в виде даты. В виде даты. С датами всегда особые проблемы. Поэтому сейчас, пока мы задачу 2 оставим, и я хочу обратиться для тренировки, для того, чтобы нам с вами отработать написание формулы, я хочу обратиться к нашей задаче из учебного курса. Когда задача третья? Задача аналогичная. Нам нужно выбрать данные с разных листов, но здесь более простая ситуация, потому что название листов показано текстом. И, соответственно, нам необходимо назначить формулу для извлечения данных для Душечкина, для наших товарищей, в соответствии со списком листов. Итак, посмотрите. Если сейчас у нас структура развернула, чтобы нам легче было ориентироваться или выстраивать логику, структура показывает наши шаги, поэтому по единичке кликните, чтобы остался первый шаг. Итак, у нас есть сводная таблица для результата, и далее мы посмотрим исходные таблицы. Январь, декабрь, ноябрь и так далее. То есть мы с вами видим одинаковые таблички с одинаковой пока последовательностью наших менеджеров, и нам, соответственно, надо организовать извлечение. Первый шаг. Мы вообще не знаем, как приступить к решению. Поэтому первый шаг. Пишем базовую формулу для определения получения правильного результата. То есть мы ограничиваемся одной ячейкой. Выделяем ячейку для результата. Ставим знак равно. Ставим знак равно. И мы переходим с вами на листочек январь месяц. И мы с вами показываем январь B2. Итак, согласная, согласная, получилось. И теперь мы же хотим копировать. Но когда мы с вами будем копировать, мы с вами видим, что название листа у нас остается постоянным. Поэтому отменяем копирование. И один из основных моментов автоматизации или сбора данных с разных листов, что мы нашу ссылку разбиваем на фрагменты. Мы представляем, как объединение отдельных элементов, дающих в итоге единое целое, единую ссылочку. Итак, пожалуйста, мы хотим отделить январь месяц. То есть вот прямо берем, удаляем январь. Потому что вместо конкретного текста мы с вами покажем ссылочку B2. Ой, извините. Мы с вами показом опять. Далее, вот пока даже не закрепляем, неважно. Значит, у нас извлекается текст из ячейки, это январь. А затем мы как объединяем эти фрагменты. Итак, назначаем сцепку, сцепить. На английской раскладочке shift 7, сцепить. И обратите внимание, здесь данный скриншот исходных табличек. У нас для душечки всегда значение находится в B2. Поэтому мы можем с вами... Вот этот фрагмент нам менять сейчас не нужно. Но для функции сцепить у нас каждый элемент должен быть представлен как текст. То есть нам не нужно извлекать сейчас из B2 непосредственно. То есть это постоянный фрагмент. Мы берем корочки. Значит, что в итоге получается? Enter. Мы получаем с вами извлекаемый месяц. И дальше, если копируем, то вот месяц у нас меняется и подставляется с B2. И вот это как единое выражение у нас получилось. И сейчас это текст. И вот, собственно... И, собственно, опять... Опять. Текст, правильно подготовленный как ссылку, надо понять. Надо понять как ссылку и извлечь данные. Вот смысл функции DMSL. Прочитать текст, понять как ссылка и извлечь данные. И поскольку мы разбиваем на кусочки, то в итоге сцепка и дает нам результат в виде текста. Поэтому добавляем DMSL. Итак, добавляем... Сейчас, секундочку. А вот не надо мне самой печатать. D, V... И мы с вами увидели, и мы выбираем, и клавиша TAB. И, соответственно, мы с вами копируем. И у нас есть контрольные значения, поэтому мы с вами можем нажать SIGMO, можем нажать ALT равно и получить итоговую сумму. И вот если бы эта задача была для одного нашего менеджера, то все, задача решена, никаких проблем нет. Но мы хотим с вами копировать эту формулу и для остальных наших товарищей. А это значит, что мы должны извлекать не только из второй строки, но и из третьей, из четвертой строки, а может быть, и еще будем добавлять. Это означает, что в нашей формуле вот эта составляющая не может быть постоянным текстом. Значит, надо идти другим путем. Итак, копию отменяем. Вот все. Ой-ой-ой-ой. Все. Итак, копию отменяем, то есть просто удаляем, получая такую формулу. И вот теперь хочу обратить ваше внимание, что есть функция ADDES. Мы тоже ее изучаем, подробно изучаем на Excel третьей части. Но вот сейчас, чтобы немножечко как бы сориентироваться, у нас слева от задачи небольшие пояснения по функциям, которые нам необходимы. Итак, функция ADDES. Функция ADDES. Функция ADDES. Вот давайте мы, готовое решение уже есть, давайте уберем, давайте здесь уберем. Итак, назначаем функцию ADDES в заготовочке. ADDES. В любой момент можно открыть мастера с описанием. Для функции ADDES мы задаем, из какой строки номер строки. И сейчас, глядя на скриншот, мы скажем, V2 – это вторая строка. Или вот у нас подготовлено, и мы скажем, вторая строка, V2, точка запятой. Далее. B – это второй столбец. И для ADDES мы показываем номер столбца. B – это 2. Сейчас пока не важно, как получаются эти цифры. То есть сейчас мы исходим из того, что для функции ADDES вот такие аргументы должны быть представлены. Итак, номер столбца второй. Это наша ячеечка V2. Далее. А какая ссылка у вас должна быть? А если мы с вами все данные имеем во втором столбце, и профессиональный подход заключается в том, что изначально все ссылки абсолютные, а мы освобождаем то, что должно меняться. Поэтому сейчас скажем, чтобы столбец у нас был закреплен. Значит, мы выбираем цифру 3. Относительная строка, абсолютный или закрепленный столбец. Итак, циферка 3. Точка запятой. Далее. И далее она спрашивает, а в каком стиле у вас это будет? Если единичка, то ее можно и не ставить. И обычно ее не ставят, пропуская точка запятой. И вот, собственно, почему мы сейчас применяем ADDES? Потому что функция ADDES также по кусочкам собирает нашу ссылку, отдельно выделяя имя листа. Это то, что нам нужно. И вот, пожалуйста, имя листа мы берем сейчас, тренируясь из ячейки B1. И функция ADDES сформировала нам вот такую ссылочку. Скажите, все получилось? Вторая строка, второй столбец B, закрепленный только столбец, был подставлен имя листа, подставлено имя листа, но результатом является текст, потому что эта функция как раз и предназначена для ADDES. Итак, пожалуйста, если кому-то еще. Функция называется по-английски UNDIRECT. Сейчас одну секундочку, я прерывусь, чтобы вот прямо, где у нас первая задачка была. Итак, UNDIRECT, INDIRECT. Итак, и сейчас мы возвращаемся. Итак, и поскольку это текст, то вот, собственно, смысл DWSL. Итак, равно DWSL. DWSL. Прочитать текст, понять как ссылку и извлечь данные. И DWSL определяется как двойная ссылка. То есть первая ссылка – это обратиться в ячейку, да, прочитать этот как ссылку, обратиться, и уже не важно, да, на другой лист, а может быть, другой файлик, если мы организуем, извлечь данные и подставить. И вот у нас получилось. То есть мы также обратились, да, на январь месяц, январь месяц у нас, B2, вот сон. Хорошо. Мы подготовились и можем развернуть второй шаг, который, собственно, сейчас нам и покажет, что строку мы как бы освобождаем, чтобы затем автоматически определять, а какая строка нам нужна. Итак, сначала освободим строку. То есть вместо вот этого выражения мы с вами вводим адрес. Итак, адрес. На первом месте строка. И сейчас пока вводим постоянные значения. Вторая строка. Ориентируюсь только на Душечкина. Вторая строка, точка с запятой. Столбец. Мы не усложняем задачу. В нашей задаче у нас всегда второй столбец. Второй. Дальше. Мы с вами, да, постоянно имея второй столбец, скажем, пусть будет третий, третий номер, третий код, относительная строка, абсолютный столбец. Затем пропускаем стиль, то, что мы сделали. Но сейчас уже название листа возьмем из ячеечки А5. И поскольку мы предполагаем дальнейшее копирование, то столбец надо закрепить. И так столбец закрепляем. И желательно скобочку, да, не забыть, самим поздравить. И энто. И если мы говорим о том, что мы сейчас учимся писать сложные формулы, вот обратите внимание, ведь если для, в пределах одного столбца, это означает, что, по сути, мы с вами посмотрели два способа написания формулы. Вот кто как сложит вот эти фрагменты, кто-то сцепить, кто-то функция адрес. И вот сейчас мы даже можем это проверить. Значит, мы копируем, у нас все получилось, сигма. Вот, пожалуйста, второй путь, другая формула. Но эта формула освободила нам номер строки, и мы переходим к третьему шагу. Итак, третий шаг. И, может быть, вы видите подсветочку, что мы с вами, с вами, копируя эту формулу, теперь скажем, а вот хотим, чтобы не просто душечкин вторая строка, а чтобы формула посмотрела, для какого менеджера нам нужно определить строку. То есть, обращаясь к фамилии и показывая список, нам нужно автоматически определять, а в каком, в какой строке находится наша фамилия. А это выполняет функция поиск позиции. У нас есть искомое значение, и в назначенном списке определить позицию. Значит, мы сейчас убираем копии, и вместо конкретной двоечки, вот прямо мы ее выделяем, может быть, даже удалим, мы с вами вводим функцию поиск позиции. Ту функцию, которую изучаем в Excel третьей части. Итак, начинаем аккуратненько. ПО. Выделяем поиск позиции. Клавиша там добавляем. Когда мы всеедину добавляем функцию, то скобочка открывается и захватывает все, то, что справа, и мы получаем полный хаос, которым потом можем запутаться. Поэтому сразу скобочку закрываем. И все стало на свои места. Итак, искомое значение. На какое значение надо посмотреть, чтобы потом найти в списке. И мы с вами смотрим душечки. Но предполагая копирование по строкам, по столбцам, изменение строк и столбцов, мы с вами закрепляем строку. А столбец должен меняться. B на C на D. Далее, точка с запятой. Надо показать список. Первый этап. Вот сейчас. Мы говорим о том, что у нас списки имеют одинаковую последовательность. Поэтому мы переходим на любую, например, на январь месяц. И как Excel определяет место положения. Или мы ориентируемся на то, что душечкин у нас был во второй строке. Значит, мы с вами также должны выделять этот список. Душечкин на второй, везунчиков и так далее. И сразу закрепляем этот диапазон, потому что будем копировать. И поиск позиций ищет на точное совпадение. Поэтому нолик означает или слово ложь, функции поиск поз, или по-английски match. Означает искать на точное совпадение. Ну, все вроде бы ввели, нажимаем Enter. Нажимая Enter, мы вернулись. И что мы получили? Даже если мы находимся в одном столбце, мы получили третий вид формулы. Но эта формула позволяет нам организовать дальнейшее развитие. Итак, сейчас у нас все правильно. Ну, я надеюсь, да, вот сейчас все правильно. То есть мы правильно сделали подстановку. На каждом этапе проверяем себя. Но такая формула позволяет нам только... Вот сейчас посмотрим, закрепили ли мы все. Да вроде все мы закрепили. Итак, и теперь мы копируем. Копируем. Вот, и теперь, пожалуйста, мы копируем. И теперь, назначая сумму, вот, пожалуйста, мы получили результат. Итак, мы с вами ориентировались на то, что на каждом листочке у нас постоянная последовательность. То есть мы показали январь месяц вот этот список. А есть ли у нас разная последовательность на каждом листочке? Это означает, что нам нужно не просто список января месяца взять, а опять нужно ориентироваться на соответствующее название месяца. Это означает, что мы возвращаемся. И мы с вами опять обращаемся к первой нашей функции и говорим, что нельзя просто взять январь и диапазон. Но сейчас мы исходим из того, что диапазон пусть остается неизменный. Может быть, его побольше взять. Может быть, кто-то вспомнит динамическую таблицу, которая автоматически расширяет диапазон. Но сейчас самое главное – обращаться к соответствующему листу. Значит, мы с вами опять нашу ссылочку разбиваем по кусочкам. Это означает… Это означает… Вот давайте, может быть, я вот так вот сделаю. Сейчас вот даже вот так вот сделаю. Это означает, что вот этот фрагмент, разбитый по кусочкам, также будет представлять собой текст объединенных элементов, которые DVSL должна определить как ссылку и, соответственно, извлечь данные, то есть определить список. Значит, вот этот фрагмент… Давайте с конца. Значит, мы с вами закрываем скобочку перед ноликом, перед точкой, запятой, а перед январем месяцем открываем скобочку. И все это будет у нас… Все это будет у нас как аргумент DVSL. То есть уже зная, что мы с вами собираемся делать, да, разбивать по кусочкам, значит, мы возьмем это как DVSL, и теперь вместо слова «январ»… да, вот там, может быть, уберем, может быть, выделим, мы скажем, а вот надо посмотреть, что сейчас это опять. Причем мы будем копировать, и буковку «А» надо закрепить. Да, мы подтянем с вами по строке. Дальше. Но чтобы… Вот сейчас Excel не понимает, что это ссылка, поэтому «Амперсант» на английской раскладочке отделяет, можно извлечь. И наш диапазон с закрицательным знаком сейчас будет определяться как… как просто текстовый фрагмент. И здесь мы уже ничего не будем менять, то есть в данный момент как текстовый элемент пусть так и остается. И нажимаем «Амперсантант». Итак, и вот уже следующий этап, следующее усложнение. Значит, все поэтапно вот здесь представлено, четвертый шаг, здесь все прописано, все также представлено у нас, да. То сейчас, может быть, главная идея, которую мы видим. И затем мы можем копировать. И у нас получается полная свобода наших действий. Все у нас получилось правильно, все мы закрепили. Можно проверить. Значения уже тогда не совпадут. Ну, сейчас у нас что, ноябрь месяц? Давайте ноябрь месяц. То есть если мы поменяем последовательность, ну, например, Душечкина уберем, да, и теперь у нас удальцов будет ноябрь месяц 84, а Душечкин, соответственно, 49. Мы же знаем, что, используя формулы, функции, у нас сразу автоматически происходит обновление. Значит, мы переходим к задаче третья и видим. Значит, ноябрь месяц, удальцу 84, Душечкин 49. Вот, пожалуйста, все получилось. Формула готова. Готова? Готова. Хорошо. И теперь возвращаемся. А как можно быстро, быстро обратиться? Правой кнопкой мыши. Ой, сейчас, только не сюда. Правой кнопочкой мыши по треугольничкам. И перед нами весь список листов. Весь список листов. И мы переходим с вами. Задача 2. Задача 2. И окей. Итак. Итак, формула уже готова. Формула уже готова. Но наша задача сейчас разобрать эту формулу. Итак, пожалуйста. Значит, первый шаг. Первый шаг. Мы не знаем, как написать формулу. Значит, первый шаг делаем вручную. Мы выделяем ячейку для результата. Мы ставим знак в равно. Переходим. Переходим на лист. Мы кликаем по ячейке. И нажимаем Enter. Название листа в виде даты. И для того, чтобы программа меняла название листа, это значит, вот как только что мы делали, мы разбиваем на отдельные фрагменты. Но как только в названии присутствует несколько слов, то название листа берется в апострофу. Вот у нас появился новый элемент. Апостроф как элемент текста. Поэтому отдельно апострофы, отдельно наша дата, отдельно название. Итак, пожалуйста, очень аккуратненько начинаем. Поставим знак равно. Вот прямо базовую берем и делаем. Поставим знак равно. Берем в кавычки. Давайте английские кавычки, потому что сцепка будет. Это клавиши кавычки открываем. Дальше, после апострофа кавычки закрываем. Затем сцепить. Наша дата. После даты. Кавычки открываем. Ой, стоп, стоп, стоп. После даты знак сцепки. Сцепить. Затем кавычки открыли. Апостроф в кавычках. Апостроф в кавычках. И затем сцепить. И в данном случае у нас вот этот фрагмент, как текст тобой, да, кусочек. И в кавычках восклицательный знак Д6. То есть разбили по кусочкам. Обратите внимание, это не пять апострофов. Это у нас апостроф в кавычках, как элемент текста. Нажмите N. Все плохо, все не так. Что здесь? Что здесь? Все не так. Да, не важно. Итак. Мы с вами, да, и так. Так, мы с вами разбили. Мы с вами разбили по кусочкам. По кусочкам. Ну, давайте продолжаем. Итак, мы все отменяем. И теперь посмотрите. Если мы с вами вот рядышком, рядышком, смысл в чем? Если мы с вами рядом обращаемся к дате, например, равно, мы берем с вами дату, и мы выполняем сцепку, ну, например, с любым значением. Ну, например, сцепить и в кавычках, ну, например, хочу там отрицательные знаки поставить, не важно. То есть смысл в чем? Что у нас Excel видит дату как число. Вот в чем проблема. Дело не в формате. Дело в содержании. Вот. Поэтому мы сейчас с вами будем использовать, давайте сразу посмотрим формулу, чтобы нам, да, сориентироваться. То есть у нас с вами есть функция текст, которая говорит обратиться к дате и читать это как текст. То есть не значение числа в, а вот то, что видят, взять как текст. А дальше этот текст, этот текст в каком формате надо понимать. То есть не число взять как значение, а то, что пользователь видит. И вот этот текст надо определять как дата, когда-то. Вот здесь имеет значение именно формат. Вот мы пишем. И здесь на основе наших знаний Excel и эти части, когда мы рассматриваем пользовательскую формулу дата, мы говорим, что цифры у нас вводятся буковками DD, русскими. Если название месяца тремя буквы, название месяца тремя, значит, три буковки M и две буковки G. Мы вводим формат, это аргументы функции текст, ну, а дальше это сцепка, которую, собственно, мы выполнили. И почему Excel ругался? А потому что, собственно, вот просто так элементы мы не можем вводить. Значит, мы определяем это как текст, и функция dvsl, уже определяя, как текст, как 12 ноября 2018 года, обращается к соответствующему листу и извлекает значение. Итак, пожалуйста, давайте попробуем это сделать. Мы это написать. Итак, мы с вами... Давайте сразу правильно, иначе нас Excel не понимает. Значит, мы с вами начинаем с dvsl. Итак, dvsl. И далее у нас кавычки открываются. Кавычки открываются. И этой же клавишей без шифта ставим апостол. И кавычки закрываются. И мы выполняем сцепку. Итак, выполняем сцепку. Сцепку. С результатом функции текст. Значит, мы с вами, Даша, набираем текст. Переходим на русский язык, набираем текст. Обращаясь к ячейке с текста, E12, точка с эпитой. И далее в скобочках. Ну, да, да, все можно так, наверное. Итак, и в кавычках, потому что это фрагменты. Русскими буковками мы описываем тот формат, который здесь представлен. Итак, пожалуйста, буковки dd, затем пробел, три буковки mmm, затем пробел, затем две буковки g, и кавычки мы закрываем, кавычки любые на самом деле. Значит, сейчас это определяется, 12 ноября 2018 года мы с вами закрываем скобочку. Ой, простите, простите. Да, отслеживайте, пожалуйста, меня. Помогайте. Итак, и затем у нас идет сцепка. Да, функция сцепить. На английской раскладочке. Функция сцепить. Кавычки мы открываем. Апостол. Восклицательный знак. Сейчас приходится руками, да. Это означает, что мы должны помнить, как это все вводится. Я могу ошибиться. Да, но сейчас, ладно, сейчас идея. И уже английская буковка d6. Я могу ошибиться, потому что я уже спешу. Итак, и мы кавычки закрываем, и скобочку мы закрываем. И нажимаем Enter. Вау. Вот когда мы правильно пишем, то как бы оно все и получается, да. Но это потому, что мы все-таки изначально, сначала сделали ручной ход. То есть мы посмотрели, а как представлена ссылка. И это означает, что мы с вами можем копировать, ну и соответственно, то есть понять дату, дату не как число, а как она представлена в ячейке. Помогает нам функция тест. И вот, пожалуйста, и эта задача решена вот с такой особенностью. Итак, мы с вами посмотрели основные задачки, но если мы с вами кликнем по списку листов, то последняя задачка, которую я предлагаю уже для, как домашнее задание для самостоятельной проработки. Задача четвертая. Итак, посмотрите, задача. Да, задача четвертая. Мы переходим. Задачки бывают разные. И мы с вами, и мы с вами, посмотрели основной подход, основной принцип для понимания, для назначения функции DLSL, которая помогает нам извлекать данные с целью консолидации, сбора с разных листов. Но данные можно собирать по-разному. Например, нам не просто извлекать значение надо, а нам необходимо суммировать значение по диапазону. То есть нам нужно обратиться не к одной ячейке, а к диапазону. Обратите внимание, что решение дано, как домашнее задание. Пожалуйста, постарайтесь посмотреть, может быть, разобраться. Я очень надеюсь, что будет продолжение этого семинара. То есть мы с вами посмотрим и другие интересные задачи, которые решаются с помощью функции DLSL. И вот здесь подчеркиваю, что разные задачи могут быть. Я также хочу подчеркнуть, что и разные способы могут быть. И вот эту задачу, когда надо обращаться к диапазону для назначения, например, функции суммирования, то удобнее будет назначать другой тип ссылок – лоу-холлами. Поэтому очень надеюсь на продолжение нашего семинара. И уже с этого момента, может быть, мы с вами и продолжим решать задачи вместе. Я вам подготовлю продолжение набора интересных задач. А сейчас я возвращаюсь в презентацию и приглашаю вас на наши тренинги. Вы видите, что в основе сегодняшнего семинара были наши знания, которые наши ведущие специалисты, Центр компьютерного обучения специалистов, предлагают на наших тренингах. Более тысячи курсов по любому направлению, пожалуйста, выбирайте. И если вы планируете изучать с нами Excel, то вот, пожалуйста, на сайте специалиста ближайшие группы. Excel вторая, Excel третья часть. Но если мы сейчас говорим в принципе о консолидации данных, то, конечно, я сделала акцент на функции DWSL. И буду продолжать. Мы еще посмотрим, потому что основные, особенно финансовые документы, активно используют эту функцию. Но если мы говорим с вами в принципе о консолидации данных, об обращении к разным источникам, к разным файликам, то обращаю ваше внимание, что у нас появились совершенно новые возможности. Работа с запросами. Excel шестая часть или бизнес-аналитика учит нас работать с запросами для извлечения данных. Даже мы можем обратиться просто к папке для извлечения данных из разных файликов, не открывая эти файлики, получая итоговые значения. Excel шестая часть. Знакомит нас с новыми возможностями инструментов семейства Power. Power Query, Power Pivot. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам. И после второй, третьей части очень рекомендую этот курс. Очень интересный. И, может быть, освоив функцию DWSL, вы получите просто в удовольствие, когда буквально в один клик вы будете выполнять консолидацию ваших данных. А сейчас я хочу показать в завершении, как можно быстро раскидать, получить отдельные листочки. Отдельные листочки, ну, например, с теми же датами, которые так неудобно набивать. Итак, значит, мы с вами сейчас ведем дату, ведем дату. То есть я открыла просто Excel. Мы ведем дату. Сегодня у нас 15-я, 15-я точка, наклонная, черта, неважно, 11-я, 11-я и 18. Может быть, так мы и введем. Далее. В каком формате мы хотим? Может быть, не так. Значит, Ctrl-1 откроет нам горячими клавишами, мы открываем, или правой кнопочкой формат ячеек. Мы с вами выберем, может быть, вот тот формат, который мы видели. И вот, пожалуйста, подтянем. Вот, допустим, такие листочки мы с вами хотим выполнить. И очень хочу поделиться с вами знаниями по работе со сводной таблицей. Итак, пожалуйста, чтобы быстро раскидать, создадим сводную табличку. Даже неважно, какие у нас значения, просто список. Значит, мы с вами выделяем. Ну, давайте, может быть, как-нибудь определим название. Название. Итак, на основе этого диапазона или выделяем, просто показывая, вставка, и назначаем сводная таблица. Может быть, на новый лист. Итак, на новый лист. На новый лист. Итак, Excel, вторая часть, Excel, эксперт. Работа со сводными таблицами. Раскрывает вам секреты. И если вы поле, по элементам которого необходимо получить новые листочки, мы с вами, мы с вами это поле переносим в область фильтры. Вот оно, в область фильтры, ничего больше. А больше нам и не нужно. И одной командой на вкладке «Анализ» на вкладке «Анализ» группа «Сводная таблица» открываем, кнопочку «Параметры» мы разворачиваем, и команда «Отобразить страницы фильтра отчета». То есть мы находимся в области фильтра. Ну, как бы предполагается, что отчет сводной таблички. Итак, открывает. Вы хотите раскидать по этим элементам? Вы хотите получить листочки? И мы нажимаем с вами «Ок». И вот они, листочки готовы. Вот буквально в один клик мы это выполнили. Вот они у нас, листочки. А если сводные нам, как бы вот эти вот элементы не нужны, мы с вами можем удалить. А приходите на ковсе, мы покажем, как это сразу быстро со всех листов сделается. Итак, специалисты, преподаватели, Центра компьютерного обучения готовы поделиться своими секретами. Приходите.